Добрый вечер! Сирот проводимых в этот час работ – уборка с палеткой соломы и подрыхтовка хлеба под сяубу азимых культур. А про то, госель Газпредприемство завершает выполнение держзаказа. Сгодно с оперативными дадинами они продали державе 120 тысяч тонн сборжа, что складает 80% от плана. На Гомельском комбинате хлебопродуктов приемистости элеватора у 35 тысяч тонн уже приняли коля 40 тысяч тонн зерня. Лишки до працеванного года нормативу сборжа накировали на заховывание на жидковицкую хлебную базу. Как отзначаются на предприемстве, селета значных зауваг до якости уроджаю нема. Гэта можно расслумачить, як наявностью господарок необходного обсталявания, так и промой финансовой затекавленностью. За неякостное зерне выплачиваемые суммы снижаются. Як выник, забрудженность сметцем минимальная, по вельготности сборжа так само в основном, отповедая нормативам. Практически все зерно шло в пределах допустимых кондиций, поэтому проблем по сырому зерну, как в прошлом году, у нас не возникало. Значит, не в пределах допустимых кондиций мы приняли где-то порядка 1300 тонн только. Все остальное, все в пределах нормы. Завтра на посаджении Центральной выборчей комиссии будет рассмотрен и затвержден график размиркования помеж округовыми выборчими комиссиями эфирного часа для выступления у кандидатов у депутаты Палаты представников по Державным телебаченні и радиовещанні. Заявки на удел претенденты на место в парламенте могут подать в день регистрации. Округовые комиссии шляхом жара в елке вызначат черговость передвыборных выступлений. Центральной комиссии приняты положение аппаратку выкористанне сродков массовой информации при подрихтуации и проведении выборов. Документам вызначено, что кандидаты у депутаты мают справа на одно бесплатное выступление со своей передвыборной программой по Державным телебаченні и одно по радио. Нагадаем, что все лето у каждого кандидата есть махчимость принять удел у теледебатах. Но если передвыборными программами должны выступать только сами кандидаты у депутаты, то в дебатах могут удельничать их доверенные особы. Что отыщется додатковых годин на радио и телебаченні, кандидаты могут набить их за кошт сродков своего выборчого фонду. Термин «неперспективные везки» полностью из них из официальных документов. Теперь эти населенные пункты называют малонаселенными. Разница не только в назве, но и в подходах до их дальнейшего леса. Не глядячи на невеликую колькость жахаров, для их повинность твораться умовы не горше, чем у інших везках. Снижение колькости сельского населенства – процесс в уголе закономерный. У Наравлянском районе, наприклад, у каждой третьей везки нема и 20 жахаров. Правда, ранейший термин «неперспективный» можно отнести и до больших буйных населенных пунктов. Жахары везки «Завыць» с ностальгии узгадывают три часы, коли тут была центральная сядьба сельгазпортприемства. После объединения Адыягу застався в будинок правления, який теперь не выкорастовывается. Зуликом того, что неколи «Завыць» отремала статус агрогородка, тут працуют ФАП, школа и дитячий сад. Меньшая справа, что практически каждый третий местовый жахар заявляется пенсионером. Перспективы везки связываются, прежде всего, с будовницей новой фермы. Ценокомплекс настроится на 12 тысяч голов. Думаем, что у нас и большие люди будут идти в деревню. И будет развиваться деревня, будут более молодые семьи приезжать. А то у нас уже в деревне остались больше, считаете, людей пенсионного возраста и нетрудоспособного. Везка Братская до перспективных так само не относится. По разных причинах значная часть местового населенства выехала, плюс демографичная тенденция. Как выник, теперь тут проживают меньше за 20 человек. Будовать в творчестве у такой вёсты никто не будет, а лезвь обеспечить населенство угодные умовы проживания, у сельсоветов обещают. У тымлику – прац наведение парадку, для чего необходимо снести, кля 10 нежилых домов. Ранее основную увагу выделяли агрогородкам, теперь надошла черга інших вёсток. Наша задача, ну понятно, не построить там клуб, ФАП, в этом нет необходимости. Но снести старые дома, ветхие дома, вырубить кусты, которые разрослись, и, соответственно, землю передать сельскохозяйственную культуру. Поэтому должны быть все населенные пункты приведены приблизительно в одинаковое состояние. Дождливая надворья, которую усталивалась в нашем регионе, принесла немало хлопотов как аграриям, так и автомобилистам. Мокрая дорога, дрянная башность – усё это повышает риску трапить в ДТЗ. Вероника Ворошлина протягнет эму. Дожжи, на жаль, не заусёды остуджают запал инших автомобилистов лихачоу. А между тем, на мокрой дороге любой неудалый маневр может стать фатальным. Подчас дожжу дорожное покрытие становится вельми слизким, а тому – рисковый обгон, перевышение худкости, промышлях, ДДТЗ. На эти дни дрянные умовы надворья унесли свои коррективы у дорожное становище. Самым напруженным днем на Гомельщине стал авторак. Произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек. Следует отметить, что три из этих происшествий произошли на территории города. Один из прикладов – на скрыжевании в улице Фрунзе и Пролетарской «Фольксваген» сутыкнулся с мопедом «Милан». 64-годовый водитель мопеда был шпитализованный. После оказания медитинской допомоги его отпустили домой. По чьей вине не подделили дорогу удельники этого ДТЗ, еще будет высветляться. Але уже зараз супрацовники державы инспекции закликают у всех удельников дорожного руха быть больше дисциплинованными, уважливыми и терпливыми на дорогах. Пешеходам следует при переходе проезжей части не спешить, не выходить внезапно на проезжую часть. Водителям, в свою очередь, во время дождя снизить скорость, включить ближний свет фар. При проезде пешеходных переходов следует заблаговременно снижать скорость. У ближайшие дни характер на дворье истотно не изменится. По области чекаются короткочасовые дожди местами на больнице. А тому не лишний яшчерст нагадать водителям. Тише едешь, долей будешь. Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, Телерадио, компания «Гомель». Мазырские правооховники затримали мужчину, який на протягу нескольких тиднях здесь снял крадяжи с крамов. Россиянин, який долгий час проживал у Беларуси, уже был осуджен за аналогичное злочинство у 2005 и 2009 годах. Тогда он ородовал у Могилевской области. Наши мазырские коллеги володают с подробностями. Мужчина неколи займался усталекой пластиковых вокна. Профессийные навыки вырошил выкаристовывать и в незаконных метах. Уперед с 29 червеня по 13 липеня злоумысленник здеснил пять крадяжов с магазинов. Гэта тое, что уже доказано. Часам разбежка помеж выходом на справу складала усяго два дни. Так упылены был уся без лодей. Преступник проживал на съемной квартире, ничем себя не компрометируя, не выдавая. В то же время по ночам совершал кражи из магазинов. Если в дневное время объезжал город и район, подыскивая себе конкретно магазин, то в ночное время выходил и совершал кражи из магазинов. Выходя на его след, мы уже отработали места его вероятного появления. И определенным образом, проведя комплекс оперативно-ростных мероприятий, провели его задержание. Выйсти на злочинца допомогли новые технологии. Опушняя крама, у которую прокрався злодей, была обсталявана системами видеоназирания GPS. Его взяли с доказами злочинства. И еще одним доказом супрацяго стала знайденная по месту жихарства, выкраденная майомость. Установлено лицо, которое совершило данную кражу признанно подозреваемым в ходе обыска у него изъята значительная часть похищенного имущества. Данное лицо, скажем так, дает признательные показания, активно способствует следствию. Зараз мужчина находится под арыштом, проверяется его. Дочинение до инших аналогичных злочинств на территории города и района. Однако уже по доказанных фактах, зрозумело, наступные 4 года злодей проведет за кратами. Илона Шаловская, Юрий Горобец, Олег Фитцнер, телеканал «Мазыр» специально для телерадио компании «Гомель». Проблема информатизации поликлиничных медустанов обмерковалась на специализованном семинаре в Гомеле. Сегодня в областном центре запис на прием до врача «Прас-Интернет» предоставляет только центральная детячая поликлиника. Темчасом процесс информатизации зараз повинен проходить уже на совсем иншем узровне. Перспективы высветляла Евгения Акимцова. Семинар провели на базе вопытной у этой справе медустанове. Филиал номер один центральной детячей поликлиники города «Гомеля» мает свой властный сайт. На им размещена огульная информация об медицинской установе, послугах, які она оказывает, а так само расписаны режимы працы урачов. Опошние особливо необходимы тем, кто пожедает записаться на прием – «Прас-Интернет». Дарочи таким же способом можно выкликать медика и додому. В уголе сама система мает только становочие воззывы, однако популярности у горожан – пакуль, что не набыла. Нет, я не знала до сих пор, что можно записаться по интернету, но для нас это хорошая новость, и в следующий раз я воспользуюсь этой услугой. Проблема несвядомости насильництва возникает минавито с той нагоды, что только одна поликлиничная установа во всем городе предоставляет такие давно популярные, не только за мяжей, а и в нашей краине послуги. У столичных поликлиниках, например, у худшем часе уже будут створены электронные медицинские картки. Нарушевать темпы в другом повеличении городе республике просто необходимо. Задача нашей перспективы – автоматизировать рабочие места сотрудников поликлиники. Это и врачи-педиатры, и врачи-специалисты, и лаборатория. Чтобы, допустим, заводеление руководителя учреждения мог в той же локальной сети посмотреть в любой момент, получить ту или иную информацию необходимую, статистическую или какую-то другую о пациенте, и дать задание, соответствующее при необходимости причиненному лицу. Перешкодой доходкой информатизации поликлиничной системы з'является недохоп сродков. У филиале номер один питание материальной складаючи вырослили про допомогу спонсоров, а маль 70% обсталявания и программного обеспечения было набито за кост допомоги звонку системы охогу здоровья. Додалась до этого и гуманитарная допомога, и позабюджетные сродки. Удельники семинару отримали достатковой информации об практичной информатизации поликлиничной медустановы. Как худкая истнуючая проблема будет вырослена, доведемся с часом. Редактор субтитров А.Семкин